Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. 20 мая в субботу в Самаре пройдет всероссийская акция «Ночь музеев». Интересное, яркое и масштабное культурное событие. В этот день государственные и частные заведения объединятся, чтобы удивить самарцев и гостей города насыщенной программой. Какие сюрпризы ждут посетителей самарских музеев? В нашей студии Дарья Милованова, главный специалист Департамента культуры и молодежной политики, администрации городского округа Самара и Мария Ионова, директор музея Эльдара Варязанова в Самаре. Дарья Сергеевна, Мария Владимировна, здравствуйте. Спасибо, что пришли в нашу студию в это сложное для вас время, потому что понятно, что сейчас вы готовитесь к этой замечательной, важной, но для вас очень непростой ночи музеев в Самаре. Давайте, знаете, начнем мы с чего. Уникальное культурное событие нас ждет, безусловно. Расскажите об истории ночи музеев. Вот что это такое? История ночи музеев берет начало в далеком 1977 году. Именно тогда состоялась Генеральная конференция Международного совета музеев в Москве. И музейные сотрудники именно России, тогда СССР, выступили с инициативой закрепить этот день в истории. 18 мая посвятить Дню музеев именно истории хранения, сохранения культурного наследия и тем людям, которые посвящают этому свою жизнь. С тех пор началась традиция того, что в этот день можно было посещать музей бесплатно, но однако же в дневное время. И когда популярность этого мероприятия стала расти, в 90-х годах европейские музеи стали продвигать традицию того, чтобы продлевать этот день, уходя в ночь. Таким образом музеи стали работать и в ночное время. И мы как родоначальники, наша страна присоединилась к этой акции. Первым стартовал Красноярск в 2002 году. И мы стали также придерживаться этой доброй традиции. Теперь этот день празднуется по всему миру, и это всероссийская международная такая акция, насыщенная событием. Вы меня удивили, когда сказали, что оказывается акция «Ночь музеев», потому что вообще на самом деле в этом есть что-то необычное, потому что музей и ночь, как бы это не сочетается, вот это не сочетается. То есть мы, ну, традиционно человек 21 века ночь где может провести, там, простите, в ресторане, понятно, на набережной. Я не знаю, там, в Самаре, потому что красивая набережная. И вдруг вот эти ночью в музей, казалось бы, что там делать, а вот вдруг, оказывается, там будет как раз интересно, это будет необычно, и это будет, ну, это в первую очередь будет необычно. Насколько мы, это вот такой масштабный федеральный проект сейчас, правильно? Это федеральный проект, и надо сказать, что, как вы правильно заметили, здесь прежде всего стояла задача удивить, то, что музей становится более открытым для своего посетителя, дает, предлагает новые форматы своей деятельности. Это не только становится сейчас хранилищем, да, ценных музейных предметов, но это же также культурно-досуговые такие центры, которые предлагают массу активностей, которые сейчас находят отклик у широкой аудитории, прежде всего, молодежной аудитории, конечно же, детской, семейной. Мы стремимся именно к тому, чтобы дать как можно больше выбора для потребления культурно-просветительских продуктов. Кстати, вот в этой ситуации, Мария Владимировна, вы что-то хотели сказать? Да, я хотела просто сказать, что, получается, 18 мая – это самое главное для музейщика праздник, и поэтому каждый год в музее всей страны, а в Самаре с 2009 года музейщики аккумулируют все свои ресурсы, и «Ночь музеев» – это такая отчетная программа за год. Самое лучшее, самое интересное, самое яркое, самое необычное, что может музей предложить, он вкладывает именно в этот день для того, чтобы не только удивить, порадовать, но и действительно раскрыть свои возможности не только как хранение ценностей, но еще и необычной презентацией для своей публики. – Ну, то есть, по большому счету, это такая вот самая горячая пора, когда ты должен себя преподнести максимально красиво, максимально ярко. – Как первый балл. – Как первый балл у Наташи Ростовой. – Как первый балл у Наташи Ростовой, да. – И заинтересовать, потому что понятно, что за одну ночь, ну, весь музей ты не опишешь и не расскажешь, потому что, ну, Самарский художественный музей, например, ну, невозможно его за одну ночь осмотреть. – Но расставить интересные акценты и точки, актуальные, да, в это время и в этот момент, – Да. – И надо сказать, что каждая ночь музеев дает возможность музейным сотрудникам лучше коммуницировать своим потенциальным или фактическим посетителям. Мы каждый раз замечаем что-то новое, открываем для себя новое, стараемся учитывать запрос нашей аудитории и стараемся расширять, так сказать, те рамки и наши горизонты. Поэтому каждая новая программа, она насыщается новыми событиями. – Ну, вы правильно сказали «досуговый центр». Вот, на самом деле, мне очень нравится это слово. То есть музей, конечно, остается музеем, но это досуговый центр, куда можно прийти и интересно, красиво, культурно, что немаловажно в наше сложное время, провести время. Вот это, наверное, самое главное. – Но это еще, посмотрите, определенный вызов для самих сотрудников музея. То есть им нужно, естественно, как-то аккумулировать свои усилия, выйти за пределы своих собственных рамок, чтобы показать людям, как они могут быть интересны, как они могут быть другими, как они могут завлечь новых в публику. Ведь каждый год в музей приходят, а мы это видим каждый год, люди, которые никогда не были, не только конкретно в нашем музее, в этом музее, которые никогда не приезжали в музей. Это повод раскрыть музейную деятельность для тех людей, которые до музея-то и не добирались. – Ну да, и таких большинств. – С каждым годом все меньше. – Такой даже вопрос, наверное, не совсем по теме, но тем не менее. А как вы относитесь к этой идее, когда музей становится настолько досуговым центром, что что-то можно потрогать, что-то можно покрутить в руках? Потому что музей – это все-таки еще и хранение. А когда тебе говорят, ну вот посиди на этом стуле 18 века, ну извините, тысяча человек посидел, и стул развалился. – Здесь свои тонкости есть. Концепция тактильного музея, то есть музей, который можно потрогать, она действительно очень масштабно развивается по всей стране. Есть еще концепция запаха, звука, то есть это полное погружение в некую среду, где вы каждым кончиком своего пальца можете прочувствовать себя в некой атмосфере. И это дает больше эффект, больше погружения в материал, поэтому, конечно же, вот эти вещи, они очень важны, но они делаются, как правило, музейными сотрудниками на базе, не основной коллекции, а вспомогательного фонда. Так что на оригинальном… – Либо делаются хорошие копии. – А, вот так. – Конечно. – А оригинал хранится и бережется, потому что он дорогой. – Конечно. – И, естественно, необходимо маркировать, какие предметы нужно беречь, а какие нужно трогать. – Даже вот так. – Конечно. – Вы знаете, я вот всегда был уверен, что на самом деле Самара – город культурный. И когда готовился к программе, вот лишний раз в этом убедился. Более 50 площадок на самом деле. – В этом году более 60. – Более 60, то есть это у меня данные прошлого года. Вот расскажите о программе «Ночь музеев». Вот что планируется? – Помимо того, что у нас участвуют все музеи, все музейные площадки со своими отдельными программами, которые будут разделяться на дневную, семейную, детскую программу. Основная программа у нас будет уже вечерняя с 18 часов. Вы можете посетить не только бесплатные экспозиции, абсолютно бесплатно, посещение всех выставочных зон, всех экспозиций, но также еще и открытые площадки музеев, где будут различные мастер-классы, фото-зоны, театрализованные представления. Для Самары вообще история «Ночи музеев» уникальна, потому что Самара практически выплескивает искусство на улице. Это не только замкнутое пространство музейных площадок, это и библиотеки, и театры, и современное арт-пространство, и городские пространства, парки, скверы, где тоже будут происходить музыкальные программы, танцевальные программы, театрализованные представления. Любой вкус, так сказать, в разных музыкальных жанрах это тоже будет доступно в вечернее время. Ну вот, насколько я понимаю, более 60 точек. Можно сказать, что какое-то место, оно будет, скажем так, главным? Хотя я понимаю, что главное здесь, каждый музей скажет, что мы главные, на самом деле, мы не хуже других. Но, тем не менее, вот что станет центром притяжения, на Ваш взгляд? В этом году одним из центров притяжения, конечно же, станет Струковский парк. Там сейчас планируется такая достаточно развернутая музыкальная программа. Мы ее назвали «Музыкальные истории». Начнется она с выступления духового оркестра, Самарского духового оркестра. Продолжится выступление удивительной программы коллектива группы «Вива». Это вокальная группа, которая составила специальную программу под акцию «Ночь в музее», которая будет посвящена истории исполнительской песни нашей страны. То есть она будет охватывать такие основные вехи, основные шедевры и советской эстрады, и современной эстрады. Конечно, будет много петься про любовь к своей стране, про историю. И тема этой акции не случайна – «История и истории». И мы постарались сделать именно акцент наших всех музыкальных программ, как музейных, так и уличных, посвященных именно истории. Продолжит у нас вечернюю программу в новом формате. Прозвучат басы, но уже не на балконе, а в Летнем театре Струковского сада. Да, да. Будет она проходить при участии солистов Большого театра, Музыкального театра, Новая опера из Москвы. Так что постараемся удивить и насытить. Ну, и, конечно, предполагается и дневная программа, которая начнется в Струковском саду в 12 часов. Я предлагаю сейчас сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет. Он как раз касается темы вот этих уличных активностей, но, собственно говоря, не только, которые нас ждут всех. Сто лет назад Самара была не только купеческим городом, как это принято считать, но еще немного дворянским и мещанским. Городские обыватели, ремесленники и мелкие служащие до революции были самым многочисленным сословием Самары. Чем они жили, как одевались, о чем переживали и на что жаловались властям, рассказывает слушателям доктор исторических наук, преподаватель Самарского университета Зоя Кобозева на бесплатной пешеходной экскурсии «Мещанские истории». Это уникальная, совершенно научно-исследовательская такая тема, которая малоизвестна, которая рассказывает о традициях города, в котором в божественной и правительственной воле Екатерины II было создано городское общество. И вот про историю этого городского общества, про историю людей, их нравов, обычаев, я и поведу рассказ дальше, перемещаясь от лекционной площадки коллекционной на улицах до самой Керхи. Формат пешеходной экскурсии нестандартный. Это скорее мини-лекции в городских декорациях. Потрясающая экскурсия. Огромное спасибо вообще и организаторам, и тому, что проводятся такие мероприятия. Поэтому глаза горят. Очень чудесно, что много людей, несмотря на погоду, несмотря на то, что, знаете, большое количество мероприятий, хочется посидеть и одно, и другое. Очень-очень интересно. Спасибо большое. В рамках акции «Ночь музеев» для горожан и гостей Самары организовали бесплатные пешеходные экскурсии по 35 маршрутам. Слушатели узнали об архитектурном облике города, знаковых исторических местах, о религиозных зданиях и тыловых буднях запасной столицы. Для удобства всех желающих курсировали бесплатные экскурсионные автобусы. Я приехала в отпуск. Я первый раз в Самаре. И хотелось посмотреть город. И когда я готовилась к поездке, обычно готовлюсь, вот я узнала, что будет такая интересная программа «Ночь музеев». И, естественно, сначала хотелось посмотреть город. И, собственно, я села в этот автобус. Я уже проехала почти весь маршрут. Очень интересно. Можно и послушать экскурсию, и пофотографировать. Мне очень понравился город. Действительно, могу рекомендовать всем, кто хочет увидеть настоящее купеческое Поволжье и всю вот эту архитектуру сюда к вам приехать. Экскурсионные автобусы для «Ночи музеев» запустили в прошлом году. И такой формат оказался востребованным. В этот раз прокатиться в сопровождении аудиогида можно было от самарского филиала Третьяковской галереи до площади Дзержинского. Автобусы доставляли желающих к основным точкам акции. Уважаемые гости, вот на что обратил внимание, насколько было холоднее в прошлом году, потому что сюжет снимался в прошлом году. Ну, понятно, мы показываем, так сказать, архивно, как это выглядело. И, соответственно, исходя вот из той прекрасной погоды, которая сейчас нас радует в мае, насколько хорошо должно быть ближайшие выходные. Дарья Сергеевна, вот мы сейчас посмотрели сюжет об экскурсиях. Понятно, что в этом году их будет не меньше, скорее всего, даже больше. Даже больше. Вот как туда попасть? То есть, вот чисто технологически, это нужно куда-то прийти, где-то встать, и там соберутся люди, или как-то можно позвонить, записаться? Вот что для этого нужно сделать? В этом году мы предлагаем большое количество экскурсий, около 30 маршрутов. Здесь мы организовываем работу следующим образом. Запись на экскурсии предварительная. Вы можете записаться на экскурсию по телефону. Они сейчас, вот мы давайте выведем эти телефоны на экран, чтобы могли, так сказать, записать, да, по телефону, так? По телефону. Там же вы можете получить любую консультацию о содержании экскурсии, о точке сбора, где, как планируется, какой гид сопровождает. То есть, все организационные моменты можно определить по телефонному звонку. Отлично. На самом деле, удобно, замечательно. Ну и 30 экскурсий перечислять сейчас не будем, но, я так понимаю, охватывает весь город, да? Охватывает историю города, его славные страницы, связанные с известными писателями, с известными актерами, с известными музеями, с музейной средой как таковой. И, конечно же, исторический облик его зданий, удивительных архитектур, и, конечно же, также будет в центре внимания. Ну, еще и с известными режиссерами. Вот, Мария Владимировна, я к вам подхожу сейчас. Потому что масштабный музей, важный музей, я считаю, такой, ну, неординарный. Очень хорошо, что он у нас появился, музей Ильдара Рязанова в Самаре. Место особенное, место такое культовое, ну, такое, я бы сказал, волшебное даже. Вот чем удивить в этом году? Что будет? Начать нужно с того, что 18 мая музей исполняется 5 лет, со дня его открытия. И поэтому программу «Ночи музеев» мы выстроили вокруг дня рождения нашего музея. И назвали мы внутреннюю программу, наше внутреннее название «История и истории музея Ильдара Рязанова». Мы будем рассказывать о людях, которые населяли дом, в котором располагается музей, дом, в котором жил и куда принесли новорожденного Ильдара Рязанова, о самом Ильдара Рязанова, о музее. Будем сочинять свои собственные истории. Программа у нас будет так же, как и по всему городу, делится на две части. Детская программа и взрослая. Но распространяем мы свое влияние немножечко за стены музея. Во-первых, у нас есть сквер рядом с музеем. Во-вторых, у нас еще будет пешеходная экскурсия и интересная игра, квиз, викторина в публичной библиотеке. Если поподробнее, то в детскую программу у нас будет входить традиционный уже для музея создание анимационной программы с детьми. Приголошенная студия, наши давние друзья, анимационная студия «Печка» будут создавать мультфильм под названием «История музейных котов». Кто помнит наш сквер и наш дом, помнит, что с торца здания есть такая потрясающая фреска «Окна и коты». И вот мы будем снимать мультфильм вот про этих музейных котов. Кроме того, дети, пришедшие к нам на площадку, смогут создать наш дом, наш музей. Мы выстроим огромный макет нашего дома, и они смогут его населить своими жильцами. Как это уже надо узнавать. Вот приходить на площадку и узнавать, как это все будет. Естественно, очень интересная концертная творческая программа. Со-юбилейник наш по этому году, театр-мастерская, мы открыли-то с ними и созданы в один год, представят свою юбилейную программу у нас на площадке в сквере, которую посвятят и себе, и нам. То есть их программа будет включать лучшие музыкальные мира из своих спектаклей, и, естественно, песни из кинофильмов нашего любимого Ильдара Александровича Рязанова. Будет вечером концерт интересного акустического трио, две гитары, вокал, перкуссия. Ух ты! Да, популярная музыка российская, зарубежная классика. Но и опять-таки то, без чего мы никогда ни в одной концертной программе не можем обойтись, естественно, песни из российских отечественных кинофильмов, и в первую очередь песни из фильмов Ильдара Рязанова, ну, безусловные хиты на все времена. Ну, однозначно. Кстати, первый вопрос возникает, по какой возраст, потому что вы так хорошо рассказывали о детской программе, что мне, будучи взрослым, например, захотелось стать ребенком, прийти, послушать, поучаствовать, кота нарисовать. Вы знаете, на самом деле музей делает программу такую, что она, мне кажется, подходит на любой возраст. Те же спектакли, концертные программы, казалось бы, для взрослой публики, они всегда идут на ура у детей. Те же детские мастер-классы, но я всегда вижу, как родителей не оторвать, они все помогают детям, давайте попытаться поучаствовать. Я еще должна обязательно обозначить очень важное мероприятие, которое произойдет в стенах музея. Это авторская экскурсия, которая проведет по нашему музею. Виталий Аркадьевич Добрусин, знаменитейший журналист, создатель журнала «Самарские судьбы». Ну и, кроме того, человек, который непосредственно участвовал в создании музея Эльдара Александровича Рязанова. Кому, как не ему, в пятилетие музея рассказать и о его личных встречах с Эльдаром Рязановым, и, конечно, о том, как начинался наш музей. Ну и одно из ярких событий в стенах публичной библиотеки мы проведем уже ставший популярным и традиционным для нашего музея формат киноквиз. Это такая своеобразная викторина. В этом году мы ее посвятили столетию Леонида Ильдаревича Кайдая. Получается, коллеге Эльдар Саныча по жанру, одному из лучших комедиографов не только нашей страны, но и мира. В этом году ему исполнилось 100 лет, и вот этот киноквиз. Мы проведем, посвящая именно ему и его творчеству. На него, конечно, необходимо записаться, потому что места ограничены. Но все подробную информацию можно увидеть на официальном сайте музея, в официальной группе музея ВКонтакте. Мы все там подробно, детально описываем. Ну вот, кстати, да, Виталий Аркадьевич Добрусин, которого вы упомянули, да, безусловно, я уверен, просто лекция будет интересная. Она просто не может быть другой. И очень здорово, что, оказывается, вот я к своему студию этого не знал, что театр-студия-мастерская, я ходил на их спектакли, большой поклонник. У них, ну вот, особенно спектакли, касающиеся Шукшина, я считаю, что это действительно шедевры, которые не потерялись бы и в Москве. Я думаю, что вот это вот, скажем так, этот симбиоз, он будет великолепный. То есть здесь даже вопросов нет. Вы знаете, вопрос такой, вот Ночь музеев – это еще и привлекательное мероприятие для туристов, для гостей города. А где тогда им обо всем об этом вот узнать? То есть я вот приехал условно из Москвы, что мне делать? В рамках акции будет работать информационный центр Ночи музеев. Он традиционно расположится на пересечении улицы, Ленинградская улица, Куйбышева. Там любой желающий может бесплатно получить путеводитель карту Ночи музеев со всеми локациями, отмеченными точками на карте, с кратким описанием программы, их стоимость, время проведения. Будет также размещена интерактивная цифровая формата карта Ночи музеев. И в дополнение для комфортного пребывания на точке проведения мероприятий, акции будут курсировать специальные экскурсионные автобусы, в которых будет еще проводиться аудио такая экскурсия внутри автобуса, где будут делаться акценты на какие-то достопримечательности, культурные объекты города. Я предлагаю сейчас сделать позже. Давайте посмотрим еще один сюжет, потому что времени осталось немного, а сюжет хотелось бы показать. Он касается тоже предыдущей ночи музеев. Посмотрим, как все это было и почувствуем, как это будет. Звуки гитары, саксофона и женского голоса объединены в выступлениях джаз-трио «Блэк Кофе». Легкая, бодрящая музыка привлекала внимание всех проходивших по пешеходной улице Куйбышева. Джазовый концерт проходил в сквере Тривяза. В его программе также были Василина Кукушкина, коллектив «Джаз-Вояж», «Трио де Соулу», «Марвисла» и другие, представившие свои композиции из классики вокального и мирового «Соул-джаза». На концерте собралась своя аудитория, которая отвечала исполнителям аплодисментами. Под открытым небом хорошая музыка, хорошее пение, хорошая компания, хорошее настроение у всех. Праздничное, много молодых людей, улыбок. Все счастливые, отличные. Несмотря на не очень теплую погоду, настроение самое замечательное. Такие люди только поддерживают самое хорошее настроение. Побольше бы таких у нас было концертов везде на улице. Потому что когда в помещении, совершенно по-другому воспринимается, чем на улице. Я вообще люблю джаз, поэтому я как бы не подразделяю. Все, что поют, все мне нравится. Сам очень люблю джаз. И вообще, как понял, в Самаре очень любят его. И мне нравится, как играют, как поют. И иногда посещаю концерты джазовые приезжих и наших команд. Жарко было и у дома промышленности. Музыкальную программу «Барабаны мира» представили коллективы «Вдарим» и «Самбара-драмс». Африканские и бразильские мотивы завели публику. Музыкальная программа «Ночи музеев-2022» запомнится жителям и гостям региональной столицы надолго. Почему хотел показать этот сюжет? Я думаю, вы поняли. Потому что, на самом деле, у нас в Самаре, во-первых, очень весело. Народ у нас очень веселый. И какие у нас есть голоса? Просто как девушка пела, мне очень хотелось, чтобы люди, на самом деле, вот это увидели, услышали. Ну и вот, что еще будет интересно? Что бы вы хотели отметить? Времени осталось не так много. Дарья Сергеевна, большинство музеев традиционно в этот день принимает своих посетителей бесплатно, без экскурсионного сопровождения. Но все жители и гости города могут посетить музеи абсолютно свободно. Ну, естественно, конечно, придется выстоять небольшие очереди, потому что желающих посетить музеи, да. А очень много знакомств, интересных бесед происходит в это время в очереди. Слава Богу, нам в этом году повезет с погодой. Мы надеемся на хорошее солнышко, на теплую атмосферу. И будем всеми нашими коллегами с радостью встречать своими развернутыми программами, как внутри музеев, так и на открытых площадках. Но основную информацию можно найти где, Дарья Сергеевна? На сайте администрации города. Замечательно. И знаете, вот еще один вопрос важный. В прошлом году, вот в сюжете об этом было сказано, давайте еще раз подчеркнем, более 60 уже площадок. Понятно, что охватить, вот, ну, чрезвычайно сложно. В прошлом году, насколько я помню, курсировали специальные шаттлы. В этом году будет вот что-то подобное? Да. Потому что это уже очень важный момент. Конечно. Мы для комфортного пребывания организовываем специальные автобусы, брендированные под акцию «Ночь музеев». Они будут курсировать с 15 часов до 23.30 с интервалом в 15 минут. Можно будет попасть от здания филиала Третьяковской галереи в историческую часть города. Ну, вот это, на самом деле, чрезвычайно важно. То есть удобно приехать и удобно уехать. И не обязательно использовать личный автомобиль, который все-таки в центре города сложно парковать. И я лично сторонник того, чтобы вот, ну, в таких ситуациях мы передвигались на общественном транспорте. И шаттлы также работают бесплатно. О, вот это очень важный момент. Мне нужно платить за проезд. Ты садишься на обозначенной остановочке и едешь по музеям в свободном режиме. И слушай интересную аудиоэкскурсию. Да еще и слушай экскурсию. То есть и вход в музей бесплатно, и проезд бесплатно, и экскурсия бесплатно. Но только остается у всех пригласить. Да, в этот день, когда Самара становится большим музеем под открытым небом. Самара становится большим музеем под открытым небом. Большое спасибо за интересную, содержательную беседу. Встретимся на Ночи музеев. Напоминаю, в нашей студии были Дарья Милованова, главный специалист Департамента культуры и молодежной политики администрации городского округа Самара, и Мария Ионова, директор музея Эльдара Рязанова в Самаре. А я напоминаю, акция Ночь музеев стартует уже в субботу, 20 мая. Приходите, будет интересно. Все вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова